Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Санкт-Петербург в студии Дарья Гудкова в этом выпуске. Императорские сады зацвели в Петербурге. Георгий Полтавченко открыл шестой международный фестиваль по ландшафтному дизайну. В северной столице разрушается помещение бывшего штаба Балтийского флота. Бункер Трибуца превратился в свалку. Пресс-станок, 9 полиэтиленовых пакетов и 2 пластиковые банки с кокаином. Полицейские задержали производителя избытчика наркотиков на проспекте Кузнецова. В Петербурге очередной случай падения ребенка из окна. На этот раз в Колпино. Годовалый малыш вывалился с седьмого этажа в крайне тяжелом состоянии. Его госпитализировали. Следователи сейчас выясняют обстоятельства произошедшего, но, скорее всего, причиной несчастного случая стала невнимательность старших. Сотрудники социальных служб призывают родителей не оставлять детей без присмотра. К сожалению, родители вновь и вновь забывают о том, что окна представляют серьезную опасность для их детей. Мало того, что не предпринимаются какие-то меры для того, чтобы окна закрепить, поставить необходимые задвижки, закрепить москитные сетки и так далее. В принципе, окна держатся открытыми в жару. И ребенок, который даже на короткое время остается без присмотра, в принципе, подвержен постоянному риску. Между тем, в Петербурге это уже далеко не первое подобное происшествие. Только за этот год в городе зафиксировано 11 падений детей из окон. Большинство из них получили тяжелые травмы и остались инвалидами. Последняя трагедия произошла в Кировском районе. В среду пятилетнюю девочку спасти не удалось. Приговор по делу выпускниц вынесут 10 июня в Василиостровском районном суде. Напомню, год назад обвиняемый Владислав Кондратьев на пешеходном переходе сбил двух школьниц. В результате аварии одна девушка погибла после судебных премий, которые завершились накануне. Стороны своих позиций не поменяли. Сегодня подсудимый в последнем слове своей вины не признал. Обвинение требует для Кондратьева двух лет лишения свободы. В Петербурге стартовал пятый конгресс петровских городов. В этом году в центре диалога культур исторические взаимоотношения России и Нидерландов. В сближении двух стран особая роль принадлежит Петру Первому, для которого, как известно, Голландия была образцом могущественного государства. В Эрмитажном театре сегодня собрались представители власти, руководители учреждений культуры и ведущие историки двух стран, чтобы обсудить вклад Голландии в российскую культуру, науку и искусство. К участникам с прелестным словом обратился губернатор Георгий Полтавченко. И сегодня Голландия один из самых надежных и верных партнеров Санкт-Петербурга. Мы укрепляем и расширяем наши двусторонние взаимовыгодные связи практически во всех сферах. Символично, что Пятый Конгресс Петровских городов, посвященный истории русско-голландских отношений, стал частью программы Перекрестного года, дружбы России и Голландии. Это продолжение того открытого, широкого и искреннего диалога, который наш город вот уже более трех столетий ведет со своими зарубежными друзьями и партнерами, со всеми странами мира. Конгресс приурочен ко дню рождения Петра Первого, который отмечается 9 июня. В Петербург приехали делегации из городов, основанных Первым императором, для совместного обсуждения вопросов по сохранению исторического наследия. А в полдень Георгий Полтавченко прибыл на открытие 6-го международного фестиваля «Императорские сады». Этот праздник для нашего города уже стал традиционным среди постоянных участников, ведущие специалисты по оформлению ландшафтов из Англии, Германии, Италии, Чехии и Франции. Так, в этом году мастер-класс проведет знаменитый дизайнер Пьер Жуайо. Глава Северной столицы поздравил всех гостей праздника и подчеркнул важность этого события для нашего города. Считаю очень важным, что сегодняшний фестиваль проходит в год окружающей среды, потому что именно растения, цветы, деревья, кустарники лишний раз показывают нам, насколько хрупка природа, насколько хрупка окружающая среда и напоминает нам о том, что необходимо эту красоту, данную нам Богом, обязательно хранить и приумножать. Также на фестивале пройдет показ выставки конкурса «Плантомания». Название не случайно, именно так императрица Екатерина Великая называла свое увлечение садоводством. В этом году праздник продлится до 16 июня. В Московском районе закрыли десятки торговых павильонов и магазинов. Их владельцы – злостные неплательщики. Сегодня на Новоизмайловском проспекте демонтировали последний нелегальный торговый комплекс. Его главный арендатор задолжал государству полтора миллиона рублей. За использование федеральной земли он не платил три года. Всего в Московском районе выявили 22 нарушителя. Добросовестные предприниматели, которые имеют действующие договора аренды на земельные государственные участки, имеют действующие договора по электроэнергии и действующие договора по уборке мусора. Они действительно видят, что незаконные предприниматели уходят с государевой земли, и власть действительно работает. С начала мая Центр повышения эффективности использования госимущества выполнял распоряжение губернатора. Георгий Полтавченко поручил Центру и КУГИ проверить объекты мелкорозничной торговли. Московский район завершил проверку первым. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном производстве и сбыте наркотиков. В ходе операции на съемной квартире на проспекте Кузнецова были обнаружены пресс-станок, полиэтиленовые пакеты и банки с белым порошком массой более 10 килограммов. Эксперты криминалистического центра установили, что изъятое вещество является кокаином. 30-летний мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. В Петербурге разрушается штаб Балтийского флота времен Великой Отечественной. Больше он известен как бункер адмирала Владимира Трибуца. В годы войны там находился командный пункт связи, в котором принимались важнейшие решения по обороне Ленинграда и прорыву блокады. Но в мирное время ставка Балтфлота превратилась в свалку. Александр Буренин осмотрел заброшенный бункер. Вот так сегодня выглядит ставка Балтийского флота времен Великой Отечественной войны. Крепкое здание, обитое корабельной броней. Ходят слухи, что это броня с линкора «Марат». К слову, дальше находиться здесь без света практически невозможно. Вот, обратите внимание, надпись «Первое мая». Именно так на флоте обозначали дату спуска корабля на воду. Это и разрушает легенду. Известно, что «Марат» спускали не первого мая. Ну что ж, отправляемся в бункер. Но сегодня бункер «Адмирал Абибуса» напоминает, по сути, помойку. Хотя эти стены достаточно крепкие. Их не берет ни повышенная влажность, ни неоднократные пожары. Это и неудивительно. Бункер строился из расчета, что должен выдерживать прямое попадание артиллерийского снаряда. Но все-таки день за днем по крупицам бункер разрушается под воздействием незарегистрированного оружия. Человеческого безразличия. Холодные сыры, как в пещере. Внутри никого, но бункер явно кто-то посещал. Стены расписаны подсказками для участников различных ночных стратегий. А в середине одного из помещений на старинном воздушном фильтре по кругу расставлены свечи. И бесчетное количество старых автомобильных покрышек. Память о соседстве с авторынком. О прежнем убранстве бункера можно судить только по небольшому макету в музее электротехнического университета. Лейтинья, когда принадлежал и сам бункер, и расположенный рядом, ныне обветшавший храм преображения Господня. Именно там в 30-е годы ВУЗ разместил опытную лабораторию. В войну под церковными сводами базировались моряки. Кому сегодня принадлежит бывший штаб, выяснить непросто. Дело в том, что сейчас к церкви она уже не относится. Этот вход церковный был уже заложен давным-давно. Это помещение после войны юридически было передано Красногвардейцу, объединение Красногвардейцев. И сейчас, в настоящее время, она просто находится в запущенном состоянии. На заводе Красногвардейц утверждают, что это давно не их собственность. В Комитете по управлению городским имуществом сообщили, что бункер находится в федеральной собственности. В мечтах сотрудников ВУЗа ставка трибуса предстает отреставрированным музеем-памятником федерального значения. А в реальности на восстановление бункера денег ни у кого нет. Это уже очень важный момент в жизни блокадного Ленинграда. Здесь был бункер. Здесь были все сообщения с Балтийского флота принимались. Это был пункт связи, командующий Балтийским флотом. Но, к сожалению, вот сейчас у нас остался только макет. Александр Буренин, Дмитрий Воронков, Владимир Кульков, Кирилл Дмитриев. Новости, Санкт-Петербург. И когда сюжет был готов к эфиру, мы получили ответы за дело учета и введение реестра государственного имущества по поводу владельца затерянного бункера. Вот выдержка из документа, цитирую. Объект и земля находятся в границах участка, предоставленного на праве безвозмездного срочного пользования религиозной организации Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви. По результатам обследования в 2009 году было установлено, что техническое состояние строительных конструкций не соответствует требованиям для убежищ ГО. В связи с большими объемами работы и высокой сметной стоимостью их выполнения, ремонт помещения экономически нецелесообразен. Было принято решение о создании комиссии для снятия с учета защитного сооружения гражданской обороны. По результатам работы комиссии составлен акт, который в настоящий момент находится на согласовании в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Конец цитаты. В Петербурге сегодня официально закончились празднования юбилея города. Кульминацией церемонии закрытия у Нарышкина-Бастиона стал внеочередной развод почетного караула. После полуденного выстрела военнослужащие прошлись торжественным маршем. В программе вынос знамен, а также групповые и одиночные упражнения с боевым оружием. Все это аккомпанемент военного оркестра. Ритуал развода караула в Петропавловской крепости возродили в 2011 году, еженедельно по субботам. Но сегодня особый повод – 310-й день рождения Петербурга и 115 лет образованию офицерского собрания армии и флота. По указу императора Николая II оно было основано в 1898 году. Сегодня по случаю юбилея церемонию принимал командующий войсками западного военного округа генерал-полковник Анатолий Сидоров. Радует то, что в последнее время и руководством страны, и руководством Министерства обороны, и это подхвачено военнослужащими, гражданами, очень много внимания уделяется возрождению военных исторических традиций. За торжественной церемонией наблюдали сотни зрителей. И пока это все новости к этому часу. Телефон редакции 335 1555. Адрес нашего сайта в интернете – топоспб.тв. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok